Вот уже третий год Центр Молодежного Творчества два раза в неделю встречает этих юных волшебников. Да-да, вы не ослышались. Ведь только их рукам покорна проволока любой толщины и гибкости. А природные камни и яркие бусинки, словно по велению волшебной палочки, ажурно собираются в композиции и украшения. Идея организовать в Бресте такую студию принадлежит специалисту Центра Валерию Чулкову, который за довольно небольшое количество времени смог на высоком уровне освоить технику wirewap и обучить ей ребят. Три года назад решение возникло абсолютно спонтанно. Мне понравилось в интернете очень интересное украшение в виде ключа из проволоки. Я решил прямо в летнем отпуске попробовать это сделать. И в этот момент я почувствовал, что я хочу этим заниматься. В тот же момент я написал программу буквально через месяц и открыл свой кружок. Из такого неброского и довольно примитивного материала на выходе получаются настоящие арт-объекты. Сегодня импровизированная выставка, которая украшает одну из стен кабинета, рассказывает о большом и очень интересном пути становления студии. Как шаг за шагом ребята постигали новые техники. Разнообразные кулоны, ажурные серьги и браслеты. С этой кропотливой работой одинаково профессионально справляются и девочки, и мальчики. У каждого из этих юных ювелиров, а сравнить эту работу можно только с таким тонким ремеслом, первое знакомство со студией было своим. Однако ребята уверены, тот, кто однажды взял в руки проволоку, оставить это дело уже не сможет. Нам Валерий Валентинович рассказал, что мы делаем всякие скрепки, ни у кого такого нет. Я подумала, вау, как круто. И мы решили попробовать, и мне очень понравилось. Говорят, что только тот, кто по-настоящему любит свое дело, может посвящать ему все свободное время. И Валерий Чулков, и воспитанники его кружка с удовольствием любят помастерить даже после занятий. Каждый из них находит в этом увлечении свой смысл и радость. И это самое главное.